Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. В этом видео я расскажу вам, почему Оррен Баффет не инвестирует в рынки прямо сейчас, хотя такая возможность бывает крайне редко. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы попросить вас поддержать это видео лайком. Давайте наберем 2000 лайков. Это позволит алгоритмам Ютуба увидеть мой канал и продвигать его. Вам всего лишь один клик мышкой, а мне будет очень приятно. Большое спасибо. Недавно американская холдинговая компания Бэкшая Хэтэвэй провела ежегодное собрание акционеров. Уоррен Баффет, исполнительный директор компании, вместе с Грегом Эйбелом, председателем энергетического подразделения Бэкшая, собрались для обсуждения финансовой ситуации в целом и ситуации с Бэкшая Хэтэвэй в частности. Самой интересной частью собрания было раскрытие того, что в 2020 году Уоррен Баффет выступил в чистой роли продавца акций. Сейчас мы все знаем, что произошло на рынке в этом году. Индекс S&P 500 находился в ужасном положении, так как он потерял около 35% своей стоимости в период с 19 февраля по 23 марта. На данный момент он восстановил часть утраченных позиций, это верно. Но что более интересно, что этим падением на 35% рынок дал прекрасные возможности для инвестирования. И что же делает Уоррен Баффет? Ничего. Во время собрания акционеров он показал существующие сальдо денежной наличности Бэкшая Хэтэвэй и свои инвестиционные шаги за последнее время. В конце третьего квартала сальдо денежной наличности Бэкшая Хэтэвэй составляло 124 миллиарда долларов. Даже после окончания первого квартала Баффет все еще имел огромное сальдо денежной наличности. Фактически он не вкладывал его в рынок, как ожидали многие люди. Более того, на собрании он заявил, что общий портфель акций Бэкшая оценивается 180 миллиардов долларов. То есть, если он имеет в запасе 124 миллиарда наличных денег и 180 миллиардов в портфеле акций, это означает, что 41% от его общего портфеля это наличные деньги. Это само по себе показывает, что в первом квартале Баффет ничего не покупал. Сейчас уже июнь, и оглядываясь назад на начало года, можно четко понять, что Уоррен Баффет не занимался инвестированием, а выступал только в качестве продавца. Даже несмотря на 35% падение рынка. Главный вопрос – почему? Почему Уоррен Баффет не воспользовался преимуществами, которые предоставил рынок? Я сделал несколько нарезок ежегодного собрания, в которых Баффет объясняет свои действия и решения. Он говорит, что прежде чем использовать наличность для покупки акций, его первым шагом было убедиться в том, что Бекшайя Хэтэвэй имеет достаточно денег в резерве, чтобы оставаться финансовой крепостью. Или, как он это называет, быть фортом Нокс. Наша позиция – оставаться фортом Нокс. Нам не нужно 130 или 135 миллиардов долларов, но нам нужно, чтобы очень много денег было постоянно доступно для использования. Это означает, что мы владеем только ценными бумагами казначейства. Мы никогда не покупали коммерческие ценные бумаги. Мы не рассчитываем на банки. Фактически мы занимаем такую позицию, чтобы иметь возможность пройти через любые препятствия. У нас всегда есть достаточно наличных денег на руках для любых обстоятельств. Например, для повторения 11 сентября 2001 года, когда фондовый рынок был закрыт, прямо как во времена мировых войн. Надеюсь, этого больше не будет, но январским вечером во время просмотра баскетбола я также не думал и о том, что у нас будет пандемия. Поэтому мы хотим, чтобы Бэкшайя удерживала свои позиции. Если вы помните Бланш Дюбва и пьесу «Трамвай по имени желание», там Бланш говорил о том, что она зависит от доброты незнакомцев. Мы не хотим зависеть даже от доброты друзей. Здесь Баффет говорит о стратегии управления компанией в будущем, о том, какой он ее видит. Его первое правило – он не хочет делать ничего такого, что может стать потенциальной угрозой компании. Он не хочет полагаться на доброту незнакомцев и доброту друзей. Он не хочет полагаться на банки или поиск новых инвесторов. Не хочет полагаться на то, что ФРС и дальше будет проводить действия по стимуляции рынков. Все, что он хочет, чтобы его компания была такой сильной, чтобы она могла справиться с любой проблемой и сделать это самостоятельно без какой-либо сторонней помощи. Он хочет, чтобы Бэкшайя Хэтэвэй была в состоянии потенциально помогать и другим компаниям. Потому что, если компания будет иметь наличные и возможность помочь другим во времена, когда у них совершенно нет денег, это может привести к действительно выгодным сделкам для самой компании Баффета. Далее, Баффет говорил о том, как 135 миллиардов долларов, которые Бэкшайя Хэтэвэй имеет в наличности с учетом апрельских показателей, в реальности не является такой уж и большой суммой необходимого резерва, если события будут развиваться по самому плохому сценарию, который он может себе представить. Уоррен, а почему вы рекомендуете слушателям сейчас покупать акции, если вы сами не покупаете их, судя по огромным показателям вашего сальдо денежной наличности? Как я уже объяснял, эта сумма не такая уж и большая, когда я думаю о возможных наихудших событиях особенно. Есть довольно невероятные вещи, и я надеюсь, что они не произойдут, но это не значит, что они не случатся на самом деле. Например, в нашем страховом бизнесе может произойти самый мощный ураган в мире или в стране, пусть его никогда не будет, но это не меняет факта, что спустя месяц может произойти сильнейшее землетрясение. Так что мы готовим себя не к единственной проблеме, а к проблемам, которые иногда создают свой собственный импульс, например, 2008 и 2009 годы. Вы не видите всех проблем. В начале сентября, в первый день, когда произошел настоящий удар, крупнейшее американское ипотечное агентство и американская ипотечная компания Фредди Мак были взяты под контроль государственного федерального агентства по жилищному финансированию, а затем фонды денежного рынка обвалили доллар. Я имею в виду, что есть события, которые ведут к другим событиям. Мы взяли самый плохой сценарий событий, и эта сумма является не такой уж и большой, если этот сценарий будет разыгран. Ребята, если смотреть между строк, то создается впечатление, что Баффет не верит, что самое худшее уже позади. Баффет как будто намекает, что впереди нас ждет куда более долгая рецессия. И он не верит, что 135 миллиардов долларов будут огромной суммой денег, которая позволит Бэкшая выжить во время этого кризиса. Во время собрания он несколько раз упомянул, что Бэкшая понадобится значительная часть от этих денег в течение следующих нескольких лет. В случае наступления наиболее негативного сценария развития событий. Все это является главной отправной точкой того, о чем говорил Баффет во время ежегодного собрания. Он не думает, что все худшее уже позади. Однако есть другая причина, по которой Бэкшая не делала никаких покупок, несмотря на рыночные условия. Причина в том, что они не нашли никаких фантастических возможностей. Конечно же, это не значит, что на рынке нет таких возможностей. Это всего лишь означает, что для Бэкшая такие возможности не нашлись, потому что Бэкшая это огромный монстр, который ищет сделки на миллиарды или десятки миллиардов долларов. Наверняка существуют прекрасные возможности на миллионы или сотни миллионов долларов, но они не подходят самой компании Баффета, так как они слишком малы для такой компании и не будут иметь существенного влияния в долгосрочной перспективе. Также на этом собрании Уоррен Баффет поднимал тему скорости действий ФРС. Он говорил о том, что в этот раз ФРС зашли на рынок и сделали это действительно быстро, что скорее всего и стало причиной отсутствия существенных возможностей для Бэкшая Хэтэвэй. Даже несмотря на быстрое ухудшение экономики в последние месяцы, почему вы не выступили как поддерживающие кредиторы? Мы не увидели ничего привлекательного. Говоря откровенно, мы не основывались на этом, но ФРС сделали правильный поступок и сделали его очень вовремя, за что я им благодарен. Это означает, что очень много компаний, которым нужны деньги и в которых финансировали немного раньше, обрели возможность получить финансовые вливания множеством способов за последние несколько недель. Нет никакого сокращения в фондовых ставках. Мы не инвестировали и ничего не делали просто потому, что не увидели привлекательных возможностей. Всё может поменяться очень быстро, а может и не поменяться. Но правда в том, что в 2008 и 2009 годах мы ничего не покупали не для того, чтобы что-то доказать миру, а чтобы остальные компании это что-то доказали. Я рад, что у них это получилось. Мы делали эти шаги, потому что они казались нам разумными, а рынок был не в состоянии составить нам конкуренцию. Сейчас выясняется, что было бы намного лучше, если бы мы подождали 4 или 5 месяцев и сделали все те же действия, так что мой выбор временных рамок в 2008-2009 был на самом деле просто ужасен. Но даже несмотря на мой тайминг, мы использовали всё, что было доступно и привлекательно, и неплохо с этим справились. Даже лучше, чем неплохо. Но всё это было сделано не для того, чтобы доказать что-то кому-то, а для того, чтобы иметь преимущество там, где, по нашему мнению, были самые привлекательные сроки. И никто не хотел сделать лучшее предложение, так как в то время рынок был в состоянии паники. После того, как вирус распространился на США, и это стало очевидно, рынок акций был в панике не очень долго, а долговой рынок был заморожен или в процессе заморозки. Всё кардинально изменилось, когда ФРС начали действовать. Но никто не знает, что будет на следующей неделе, в следующем месяце или в следующем году. ФРС не знает, я не знаю, да никто не знает. Очень много сценариев могут быть разыграны, и по некоторым сценариям мы потратим очень много денег, а по другим нет. Ребята, в целом, то, что Уоррен Баффет делает с деньгами Бэкшая Хэтэвэй, это то, что он, очевидно, не слишком тратит их на инвестиции в данный момент, а создаёт резерв в 135 миллиардов долларов. И, по его словам, возможно, эти деньги пригодятся ему в случае самого плохого сценария. Если вы читаете между строк, то это является небольшим намёком, инсайдом и предупреждением, что Баффет верит, что всё худшее, скорее всего, ещё впереди. Но Баффет однозначно осознаёт, что ему не нужны все эти 135 миллиардов наличности, чтобы помочь своей компании пройти все возможные препятствия. Он открыт для хороших сделок, в районе от 10 до 40 миллиардов долларов. Но, к несчастью для Бэкшая Хэтэвэй, вероятность такой сделки в текущее время не очень большая. Просто потому, что в благоприятное для инвестиций время в марте в дело очень быстро вмешалась Федеральная резервная система. Это означает, что пока Бэкшая получили несколько звонков с предложениями, среди них уже не было тех возможностей, которые бы их заинтересовали. Это моё видение действий Баффета, а что думаете вы? Должен был ли Баффет быть более активным во время разворота рынка в марте? Что будет дальше? Лучше или хуже? Пишите свои комментарии под этим видео. А меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok